Законопроект о рынке земли, который партия власти активно продвигает в парламенте, в нынешнем виде приниматься не должен. К такому выводу пришли участники земельного форума, который сегодня состоялся в Одессе. В круглом столе приняли участие представители политических партий, не входящих в парламентское большинство. Важность этого мероприятия здесь, во-первых, мы все очень хорошо понимаем, что аграрии Одесской области достаточно часто высказывались относительно сегодняшних событий, которые происходят в парламенте, относительно этого законопроекта по внесению изменений в земельный кодекс по впроваджению рынка земли. Оппозиционные депутаты уже внесли множество правок в законопроект. Они считают, что без серьезных изменений закон поставит под угрозу фермерские хозяйства в Украине. Они могут не выдержать конкуренцию с агрохолдингами, в том числе с теми, кто имеет зарубежных владельцев. Я считаю, что нужно уделить внимание вопросу финансовому. И меня это в большей степени интересует, как в свое время человека, который был связан с финансовым рынком. Я считаю, что у нас абсолютно неконкурентная среда по отношению к нашим фермерам. И тот закон, который предлагается принять, он убьет украинское фермерство в принципе. И вместе с новым законом об изменении административно-территориального устройства, он поменяет лицо Украины как таковое и абсолютно не в лучшую сторону. Есть очень много уловок в этом законопроекте, который даст возможность впоследствии получить в собственность или в долгосрочную аренду, если быть точным. Что, на мой взгляд, практически одно и то же иностранным компаниям. Тем самым уменьшить то количество людей, которые сейчас работают, украинских граждан, работают на нашей украинской земле, обеспечивая не только свои семьи, но и давая рабочие места и поднимая нашу украинскую экономику. Участники форума напомнили, что и президенту его партии обещали по земельному вопросу референдум. Снять напряжение в обществе можно попытаться, рассмотрев альтернативные модели земельных отношений. Нардепы предложили несколько вариантов, которые помогут оппонентам прийти к общему знаменателю. Мы имеем свою модель. Это, звичайно, физические особи. Это минимальная количество гектаров 200, 300, 500 в одни руки. Это, звичайно, сделать так, чтобы иноземцы не могли доступа. Инвестиционные банкиры, продаж корпоративных прав и так далее, чтобы не было таким чином, чтобы основную ренту из земельных отношений или сельско-господарственных предприятий снимали тех, кто не будет иметь отношения к сельско-господарству. Земля должна обратиться не вокруг коррупционеров, судей, прокуроров, контрабандистов, а вокруг именно тех людей, которые будут создавать фермерское господарство. Продолжение следует...